Всем привет и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Совсем недавно на своей странице ВКонтакте я попросила вас оставить свои вопросы ко мне, чтобы вам было бы интересно узнать, о чем бы вы хотели поговорить и так далее. И сегодня я хочу на них всех ответить. Мне просто очень жестко не терпится и давайте уже быстрее начнем. Первый вопрос пришел от Варвары Кот, которая спрашивает, почему ты стала видеоблогером и что тебя туда привело? Честно скажу, с ютубом я познакомилась благодаря американским блогерам. Мне всегда было интересно, как у них построена жизнь, за какими принципами они живут, что там у них происходит в стране, какой уровень жизни и так далее. Так как знания английского у меня были довольно средние, я посчитала это полезным, то есть мне будет интересно что-то новое узнавать и при этом я немножко подтяну английский язык. И в итоге это не только мне помогло немножко разобраться в разговорном английском, но и стало первым толчком к видеоблогингу. В общем, спустя два года я загорелась идеей создать что-то свое. Причем я не хотела что-то копировать, делать точно так же в сусе, а делать что-то такое интересное, чтобы было бы моей отдушиной. Я начала вести свой текстовый блог, то есть я писала обзоры, я даже делала макияж по фотографиям и так далее. Кстати, он у меня до сих пор есть, если хотите, я вам ссылочку оставлю. И спустя какое-то время, буквально через, наверное, год, я захотела пробовать вести свой видеоблог. Причем как поддержку своего текстового блога. Толчком к созданию своего канала, мне кажется, было какое-то стремление к креативу. У меня просто довольно тривиальная работа и мне нужно было найти свое хобби, потому что я человек, который без хобби вообще жить не может. Вот так вот появился блог и в первую очередь хочу вас поблагодарить, моих зрителей, моих подписчиков, уже моих друзей за то, что вы со мной и поддерживайте меня в этом увлечении. Вот, от Руслана Баржукова спрашивают очень много вопросов, я постараюсь вкратце на них всех ответить. Первый, Руслана спрашивает, у тебя есть какой-то страх? Если да, то какой? Я боюсь высоты, я боюсь глубины, я ужасно боюсь змей и пауков, многоножек, вот этих вот мокрит всяких, у меня аж от самой мысли, у меня будто аж передергивает. Ну, наверное, самый большой страх это боязнь высоты. Из-за этого я никогда не хожу в парк аттракционов. Второй вопрос. Если бы у тебя был миллион, на что бы ты его потратила? Честно скажу, я об этом давно думала и мечтала, не о миллионе, а о каких-то более глобальных целях. Может, у меня даже никогда не будет этого миллиона, но все равно это вот стремление у меня останется. Я хотела бы заняться приютом для животных, благотворительностью для зоопарка. В общем, все, что касается жизни братьев наших меньших, потому что меня это больше всего цепляет. И мне кажется, с детства у меня всегда была мечта или открыть свой приют, или помочь огромной суммой для поддержания, например, зоопарка или для спасения животных. Что делала, если бы закрыли YouTube? Конечно же, нашла бы другое увлечение, потому что до YouTube я занималась бисером. Я вязала не только браслетики, но и делала всякие игрушечки маленькие с бисера. Если я найду фотографию, я им куда-то вставлю. Дальше я все время хотела заняться изготовлением фетровых игрушек. Это те, которые делаются вот с меха, как валенок, и прокалываются маленькими иголочками, и сбиваются вот такие вот мимимишные игрушки. В общем, честно говоря, в наше время увлечений предостаточно. Сколько ты хочешь подписчиков на канале? Для меня это не принципиально. Сколько будет, столько и хочу. Следующий вопрос. У тебя есть любимая песня и какая? Определенно есть. Одна моя самая любимая. Это Scorpions. Называется она Still Loving You. Я всегда мечтала, что именно эта песня у меня будет на моей свадьбе. И я действительно ее обожаю, мне кажется, со школьных годов. Что ты хочешь изменить на своем канале? Хочу начать записывать видео более такой домашней тематики. Мне кажется, вам будет интересно. Возможно, запустить какой-то подраздел видео с рецептами. В общем, я еще не уверена, что я это хочу, но это может в каких-то моих далеких планах и есть. Какой новогодний подарок? Ты хотела бы больше всего? И есть ли какая-то мечта? Если да, то какая? По поводу подарков. Честно, я вообще человек, который не заморачивается. Мне кажется, у меня есть все, даже больше, чем мне достаточно. Поэтому мне нет каких-то мечт, чтобы машина, квартира. Мне кажется, это все мне не нужно. А то, что мне нужно, у меня есть вполне. Мечта у меня, конечно, путешествовать больше, завести кота и заняться благотворительностью. А еще я хочу себе дачу или частный дом. Не себе, может, своим родителям. В общем, я хочу место, где я просто могу уделиться. Поехали дальше по вопросам, потому что я затягиваю очень сильно. Какие предметы в твоем гардеробе самые важные, без чего ты не смогла прожить и одну неделю? Речь сразу же не идет о вещах. Я спрашивала у девочки, которая задавала этот вопрос. Я не смогу, мне кажется, неделю продержаться без фена для волос, потому что у меня волосы вьющиеся, очень тонкие. И это выглядит ужасно, если они сушатся в натуральном виде. Поэтому фен это определенная мицеллярная вода. Без чего бы я не прожить не смогла, потому что она только спасает мою кожу. И без шампуня, потому что я обожаю чистые волосы. В последнее время у меня какая-то помешанность, мне кажется, я уже чересчур на это обращаю внимание. Но я просто себя чувствую отвратительно, когда у меня грязная голова. Мне кажется, все это замечают, все видят, думают, боже мой, она что-то не может 2 секунды своей жизни подойти на то, чтобы помыть голову. В общем, да, это определенно шампунь. Это, кстати, спрашивала Яна Лазицкая. Привет тебе. И спасибо за вопрос. Следующий вопрос от Арины Вишневской. У нее аж 4 вопроса. Первый. В каком городе ты живешь? Я живу в городе Киеве. Второй. Во сколько лет ты начала краситься? Я определенно начала краситься в 9 классе. Это очень хорошо помню. Ну, как краситься? Это было тур для рифниц и бальзам для куба. Это было вот так вполне достаточно. Сколько тебе лет? Мне будет в этом году 27. Мне, честно говоря, самой не верится. Второй. Во сколько лет ты начала снимать видео? Сложно сказать, потому что первое видео я снимала, наверное, года 4 назад. Потом был перерыв, наверное, был год, а потом опять одно видео. Но так, чтобы регулярно, где-то в среднем моему канала около 2 лет. Следующий вопрос от Юлии Баяковой. Привет тебе. Вопрос такой. Про взаимоотношения между парнем и девушкой. Как у вас получается сглаживать конфликты? Если они есть, как вести себя, чтобы бытовуха не убывала романтику? К поводу конфликтов. У нас, Серега, честно говоря, редко бывают вот такие вот масштабные ссоры с битьем посуды, не знаю, там, с перекрикиванием друг друга. Мы обычно просто спокойно аргументируем свое решение или свои доводы и приходим к единому целому. Если мы не приходим к единому целому, а такое тоже бывает, мы просто откладываем решение этого вопроса на следующий день и тогда просто к нему возвращаемся. Но, опять же, ни на каких повышенных тонах мы никогда не разговариваем, потому что я знаю, что это определенно приведет к ссоре. По поводу бытовухи. Мне кажется, в быту мы уже живем больше года, это точно в месте. Первое, это правильное распределение обязанностей, потому что не может женщина из себя все сваливать. И если она это делает, это непременно приводит к каким-то недопониманиям, потому что парень думает, зачем мне заморачиваться, если у нее все под контролем. Она думает, я на себя все свалила, он мне вообще не помогает и зачем мне такое мужчине нужен. Просто надо дела разделить на те, которые вы можете сделать для вас, это будет не в напряг, и дела, которые вы не можете сделать. То есть можно на него, скажем так, это повесить. Например, вывесить белье я не могу, потому что у меня маленький рост, я не достаю до той веревки. То же самое я не могу, это скальпля тяжелая, то есть выносит мусор именно он. И в принципе это уравновешивает обязанности. Бытовуха не приносит какой-то дискомфорт, а просто как взаимовыгодные отношения, скажем так, что касается ухода за домом. Чтобы бытовуха не приедалась, просто нужно отвлекаться время от времени. Для женщины, для девушки обязательно любить себя. Не забивайте на себя ни в коем случае. Ухаживайте за собой, будьте красивы, даже если вы просто дома. Поверьте, очень сильно поддерживает и стимулирует отношения. И еще не забываем о времени для вас двоих. То есть вы живете под одной крышей, вы друг к другу поедаетесь, и это нормально. Просто найдите время, чтобы куда-нибудь выбираться только вдвоем, например, в кино. Следующий вопрос от моей подружки уже. Наташа Захарова спрашивает меня. Привет, я Анатуля. Хотела бы ты вернуться назад в прошлое, что-то там поменять? Определенно хотела бы, и это касается образования. Я бы хотела начать школу заново, и там не просто сидеть, протирать штаны, как у меня это было. Потому что у меня была такая школа, что, в принципе, там практически невозможно было нормально выучиться. Я очень жалею, что я вовремя не выучила физику хорошо. Блин, мне так бы это просто пригодило в жизни. Мне сейчас это очень интересно, но просто я себя, например, не могу мотивировать чем-то заниматься, что-то выучить новое. Определенно хотела бы заняться учебой в школе, и определенно хотела бы забить на учебу в студенческие годы. Потому что, по сути, это мне ничего не было. И еще вопросик от Наташи. Хотела бы ты побывать в России, приезжая в гости. И что-то она мне. Хотела бы побывать, потому что там находятся мои родственники. Моя бабушка и вся моя родня по стороне папы живет в России, в Краснодаре. Я, конечно, давно хочу туда поехать. Последняя раз я там была лет в 12 или в 11, где-то так. Сейчас, конечно, не получается выехать. Да и билеты стоят какие-то сумасшедшие деньги. С удовольствием и приехала к тебе на тур в гости. Познакомились бы с тобой реально. Я знаю, что мы с тобой сошлись. Марина Корячкова спрашивает у меня. Без чего ты не представляешь свою жизнь? Определенно без ощущения природы. Потому что я человек вообще не городской. И сейчас находиться в квартире, постоянно отдыхать в квартире, для меня что-то такое нереальное. Это для меня не отдых. Я люблю выбираться на природу. Я люблю просто посидеть в тишине. И без этого, мне кажется, я бы не смогла, потому что у меня начинаются жесткие депрессии. И, конечно же, без своих родственников, без своих любимых людей. Я просто не знаю, что бы со мной было. Так же, как бы это странно не звучало, я не смогла бы без работы. Я просто не могу сидеть на одном месте, сложа руки и ждать. Мне нужно крутиться на одной ноге, все успевать, все захватывать. Там где-то там, где-то, короче, быть везде одновременно. И второй вопрос от Марины. Она спрашивает, тебе нравится свое имя? Частично, да. Мне кажется, она не совсем не подходит. Алена. Мне кажется, она такая слегка островатая, рисковатая. А я более мягкий человек. Мне кажется, так. Хотя, кто знает. Мне, кстати, мама называет и Оленка, и Олеся, и Оля. Да, короче, у меня много имен. Оля все время была Лена, хотя я все время Аленой должна была быть. Алена Сливко спрашивает, каких три предмета косметика ты взяла бы на необитаемый остров? Определенно, это была бы тушь для ресниц, лучше водостойки, потому что я там собираюсь плавать. Я бы взяла гигиеническую помаду или бальзам для губ любой. Что бы еще и взяла, что бы еще и взяла. Наверное, какой-нибудь карандаш. Или коричневый, или черный. И можно и брови прорисовать, и стрелки себе заделать. Мало какого там красавчика к острову прибьет. Следующий вопрос от Алены. Если бы была возможность путешествовать, то назови три страны, которые я хотела бы посетить. Я всегда хотела бы побывать в двух странах. Это Япония и Финляндия. Мне кажется, это настолько родные мне страны. Я не знаю почему. Но мне кажется, там именно я нужду какого-то просветления. И третью страну я бы хотела когда-то поехать на острова. Там, где голубое море. Бирюзовое даже. Белый просто снежный песок. И вообще никого нет. Это реально моя мечта. И Кристина Юсупова спрашивает о моем вечернем и утреннем ритуале. Кристина, я буду снимать отдельное видео. По поводу как у меня проходит вечер. Как я смываю эту всю косметику. Как у меня проходит утро. Как я собираюсь на работу. Поэтому будет такой маленький видео отчет. На этом все. Вот такие вот вопросы у меня были на этот раз. Надеюсь, мы узнали друг друга лучше. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их внизу под этим видео в комментариях. Будет мне на что отвечать в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. А я вас всех целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok